доброе утро дорогие мои как ваше настроение у меня дети все сборы любит гаджарские хачапури поэтому с утра руки на тесто у нас дорогие мои вот сейчас быстренько сделаю тесто мой старший сын очень любит это гаджарские хачапури по мои дети привыкли это гаджарские хачапури поэтому свекруха всегда готовила всегда это смотрите какая тесто я уже тело все через час с вами встречаться смотрите какая у меня тесто вот пожалуйста немного здесь где-то около двух килограмм муки ну вот это я чуть-чуть по работе оставила пачка муки и вот это работаю и вот у меня тесто уже готова хотите со мной начинать давайте начинайте готовите через часик уже будем петь желаю вам хороший день хорошее настроение готовьте кормите своих детей любимые блюда а еще хочу спасибо сказать тем которые вчера мне очень много дали лиц и я все записала все буду готовить по очередную но мы вчера осетрину поставили духовку ну она так вкусно ну не так мне понравилось будем шашлыки делать марина ну рецепт мне много отправили если еще отправить и я не обижусь и рецепт марината осетрину так что люблю вас я с вами и оставайтесь всегда со мной комментарии если хороший плохой это все для нас не переживайте глубоко сердце не принимайте я раньше это принимала глубоко сердце а сейчас вы знаете мне пофигу делаю работа свою у себя дома со своей семьей люблю вас целую вас я с вами не теряйте меня где гости где гости какая красота сейчас решила быстро мариновать карашка что мне нужно будет смотрите вы всегда спрашиваете у тебя расскажи рецепт рецепта здесь нету каждый раз у меня разные фантазия что включает у видео вот здесь у меня красный перец черный перец соль вот смотрите перед вами дело нету такого рецепта чтобы носила и только это готовила всегда разные майонез беру смотрите немного томат беру смотрите что здесь нужно и горчица смотрите вот так что надо делать дураком понятно размещаем что ждет добавим хотим еще фантазия сильно чуть-чуть сделаем это соевый соус чтобы жидкое было хотите мёд добавляйте хотите гранат добавляйте смотрите вот так все размещаем все размещаем вы понимаете какой здесь аромат будет вот там и сюда сейчас пойдет все размещали сделали однородно смотрим чуть-чуть не хватает давайте чуть-чуть еще добавляем как по-русски нет по-русски что здесь остается хотите руками мажете мажь мажоры хотите перчаткой вы понимаете какая вкуснятина а запах уже хочется это готовим видом кушать губник хгл можно ну хочешь смотрите какая-тоərчица получила что здесь нужно вот даже вот так можно каждому и начинать машей мажь мажь как говорят намазывать можно и и лопаткой можно и как мир руками типа же для себя ясь в эти два смотрите как красиво сделаем вот так возьмем посмотрите просто хорошо хоть хотите чеснок добавляйте задавите хотите нет но этот раз мы сделаем без чеснок у нас мужики деловые они не хотят этот запах мужики имею ввиду сыновей теперь внуки уже выросли смотрите какая красота у нас получаете а теперь что надо делать красивый раз пожалуйста хоть день держи хоть два хоть три она будет еще вкуснее но в холодильнике готовим с любовью ну что дорогие мои хочу вам показать сегодняшнюю моя покупка смотрите я сегодня не конечно не ходила но хочу вам показать какие-то растений смотрите зелень я заказала сегодня работа у меня ждет готовить будем сейчас показать смотрите это что света смотрите какой шпинат мы будем готовить зима хочется все кушать такой который дефицит на ой как красиво это у нас шпинат сегодняшнюю покупка смотрите какой кинза шикарно вот чем наша пятигорск отличается зимой и летом вот такая шикарно вот такая петрушечка смотрите укропчик какая красота как всегда листья листья салатики редиска смотрите какая мелкая как будто лето представляете киев салат смотрите какая малюсенький шикарный и люк много не буду потому что каждый через день я свежая заказываю это у меня зелень а сейчас хочу вам показать мясо сегодня будем наверно делать пошла муж шикарно смотрите какие у нас для хашлама мясо грудинка света покажи какое мясо чем наша пятигорск отличается из дубая из мальдиви я же не иду но вот и вот посмотрите какая красота вы посмотрите какое мясо нечто необычное сейчас будем вот это здесь будет говядина буду резать пометь и делать хашламу армянскую необыкновенную это два а третья свинина как всегда смотрите какая красота папа вай чуток вай если у кого аппетит открыла сегодня к нам гости вот сейчас буду мариновать и делает шашлыки а теперь это красоту будем мариновать так как мы любим все маринованные смотрите какая красота чики-чики красивые аккуратные смотрите как красиво что надо делать готовить с любовью дорогие мои вот так кто говорит хватит есть это все неправда надо есть и жить и продолжать как можно не есть между все равно кушать вот красота вот такой смотрите как она красиво как этом так она хороша пожалуйста вот сегодняшний мои покупку купить одно надо мясо так чистить поставить кастрюлю чтобы тебе было приятно избавитесь всяких всяких джиллов из лишних вот вы смотрите как я делаю все я убираю вот смотрите и потом вставляю кастрю кастрюлю иначе там и кости много и джиллов всяких не неприятный много вот допустим вот это я все убираю вот это вот зачем вот это смотрите какая красота вот смотрите какое мясо делаем хашламу смотрите видите или также делаете что было приятно и вот это хряш я когда варишь она все равно жесткая раньше говорили когда кушаешь волосу длиннее быстро а я столько это жмала отсюда туда-туда-туда-туда ничего не удлинило так коротким волосом и замуж вышла зато сейчас у меня длиннее волосы мне никто не узнают и не так трудимся как раньше я трудилась слава бога дети в ярослые и ухаживаю за собой и время есть и маникюр и пятикьюр ну почему у нас армянский такая прословица смо верчат баре линии вот самое главное конец чтобы тебя было счастья до сначала молодые силы всегда хватает а вот проснулся вот такая армянский старинный это не просто так сама марти верча баре линии а как это по-русски не могу хорошо переводить ну сейчас мои подписчики скажут дорогие мои где-то что-то если я неправильно говорю у меня такая аудитория целая дружная семья а а потом смотрю они обычно объясняют то что я неправильно выражаю уж извините меня дорогие мои знаю слава бога говорю не так как профессионал как надо смотрите дорогие мои выбрала для хашлама мясо смотрите какое мясо для хашлама я делала грудинка смотрите и это грудинка еще как-то называется в общем я буду делать это хашлама мариновала свинина мариновала курица а это морозильник пойдет для супчика каждый днем а хашлама буду делать просто помидор глюк внизу а сверху мясо больше ничего добавлять не буду солить печите это само собой а вот будут такой простой хашлама делать чтобы дети только ели мясо уснятие что вкус почувствовать ничего добавлять мясо внизу лук и помидор готовьте все с любовью это от души для своих себе люблю вас я с вами дорогие мои мясо помыла лук порезала помидорчик готова соль рядом косуя естественно рядом что я сейчас буду делать возьму лук смотрите легко и вкусно без воды будем готовить хашлама чтобы это аромат вкус лишней воды нам нужно смотрите помидоры какие вы посмотрите шедевральная но она пахнет это просто что-то смотрите помидор сама свою воду пустит правильно понятно но вы смотрите делаем только подушки или матрас вот больше ничего смотрите вкуснятина все больше ничего не будем помидорчик есть лук есть а а теперь сейчас мясо берем просто мясо ряд ряд и сделаем и просто посолим больше ничего добавить не буду смотрите один ряд делала посолила еще раз без ничего сделаем мясо красота какая видите вот посолим еще последний то что у нас и все вы посмотрите как она сейчас еще будет сесть и что остановится из этого куска вот этот хряж это моя любимая часть все посолили даже к перчить не буду сейчас я поставлю на огонь на медленно полтора часа два пускай томится или как потомится и все дорогие мои будем чисто мясо без никакого лишнего запаха все поехали это сильный огонь делаем самую медленную и два часа и пускай томится без воды все я закрыл дорогие мои хочу вам показать на сахашламу который ни одну грамму воды я не добавила смотрите сюда она варится собственным соку вы посмотрите даже не тронула посолила и все а внизу помидорчик и лук больше ничего никакие черный перец красный перец сама себе мясо со своим соку и чуть-чуть соль